По статистике, болезни сердца лидируют среди всех прочих заболеваний в качестве причин смертности. Тревога или волнение, которые мы испытываем в нашей жизни, как правило, негативно отражаются на нашем здоровье и особенно на сердечно-сосудистой системе. В качестве первой помощи при дискомфорте в области сердца, неврозах, укачивании, на помощь приходит валидол. Валидол – это старый и проверенный друг, вошедший в домашнюю аптечку практически каждой семьи. Но мало кто задумывался, какое количество сахара мы принимаем внутрь при рассасывании одной таблетки. Представленные в аптеках таблетки валидола содержат в составе большое количество сахара или глюкозы, а ведь большинство из нас и без того потребляет в 2-3 раза больше суточной нормы сахара в день. Только вместе с сахаром мы получаем 300 килокалорий в день. Что соответствует примерно 21 чайной ложке в день. В то время как рекомендованное Минздравом России количество сахара не должно превышать 13 чайных ложек в день. Одно из самых нежелательных влияний сахара заключается в том, что он приводит к развитию устойчивости к инсулину. Когда мы едим сахар, то его уровень в крови начинает повышаться. Организм, в свою очередь, начинает выработку инсулина, который выводит сахар из крови и доставляет его в клетки. При чрезмерном потреблении сахара организм начинает вырабатывать такое количество инсулина, что в конечном счете наши клетки становятся устойчивыми к инсулину. Это может привести к диабету второго типа. Хочется напомнить, что большое количество сахара особенно вредно для сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Когда мы едим простые сахара, уровень глюкозы в крови стремительно растет. Поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, чтобы вывести глюкозу из крови. Этот избыточный инсулин дает сигнал печени на превращение глюкозы в триглицериды. С увеличением количества триглицеридов повышается риск образования атеросклеротических бляшек, которые уменьшают просвет между стенками сосудов. Эта патология может стать причиной известных нам заболеваний сердца и сосудов головного мозга. Кроме того, избыточное употребление сахара может приводить к заболеваниям печени, зубов, набору лишнего веса, подагре, к преждевременному старению кожи. Что же получается? Употребление таблеток валидола лишь усугубляет проблемы со здоровьем? Нет, если принимать валидол с изомальтом. Валидол, который не содержит сахара. Вместо сахара в таблетках используется такой сахарозаменитель, как изомальт. Изомальт – давно известный науке сахарозаменитель натурального происхождения. Изомальт не влияет на уровень глюкозы в крови и не повышает калорийность рациона. Не стоит отказываться от проверенного временем препарата. Валидол с изомальтом может применяться при функциональной кардиологии, неврозах, морской и воздушной болезни. Обладая при этом, как и обычный валидол, сосудорасширяющим действием и теми же вкусовыми качествами, что и обычный валидол. И самое главное, валидол с изомальтом разрешен для пациентов, страдающих с сахарным диабетом, имеющих признаки нарушений углеводного обмена или избыточный вес. Итак, кому можно рекомендовать валидол с изомальтом? Пожилым людям, которые покупают сердечно-сосудистые препараты. Пациентам с сахарным диабетом. Пациентам, которые спрашивают обычный валидол. Пациентам, которые спрашивают препараты от укачивания. Субтитры создавал DimaTorzok